Земля цвета повернёт во тьму В общем, и как мог Алене ответил. Кажется, Ольга, кажется, Исакова, мне отвечаю на комментарии под этим видео. Кажется, это значит друг не она. Курдюмов для меня, ну, Курдюмов для меня, когда я уже училась, что он только поступал. Ну, наверное, она, кто-то из девушек из этих сказал, что он 30 лет занимается. Тогда, да, тогда Курдюмов мальчишка для меня. Вот. Ну, мы не будем, пусть между собой разбираются. То, что нет среди них, единство, это хорошо. Кажется, человек, личность. Вот, чем больше разнообразия, это птиороскопическое зрение. Вот. Как скинуть фото сюда? Или на почту Галя Горстинича? А мне, лучше, или мне на почту. Сюда не надо. Всё, здесь через завтра все забудут. Загрузить на файлообменник. А, это совет, это. А, для меня даже слово файлообменник не знакомо. Уже я такой, такой. Никогда не сделал. О, и Татьяна такая же. Наберите в Яндексе. Присылайте железо, короче. Смотрите. Не понимаю, зачем учёных девушек учить выращивать деревья. Не, ну, понимаете, в чём дело? Одно дело, когда она люпин выращивает. Вот. Ну, это, ну, ну, что ты поделаешь? А вот, теперь, а вдруг захочется детям оставить сад? Главное научить не убивать. Нет, главное научить садить. Потом. Вот. Муравей пищевая цепочка для птиц и медведей. Совершенно верно. Кто это написал? Что-то так. Вот. Вы это объясните этим самым феям. По недоразумению назвать феями. Знаете, что такое фея? Это что-то нежное, воздушное. Это поэзия, это любовь. Яд на муравейник. Целая семья. Тысячи личностей. Тысячи работяги. Они могут защитить муравейник даже от медведя. И для того набросятся. Вот. Напротив человека они бессильны. Потому что у человека в руках. Это так же, как, знаете, газ-зарин. Это так же, как газ-хлор. 20 тысяч солдат отравили немцы. Вот. Это то же самое. Из той же породы. Вот. Вот чем беда-то. Вот чем страшное. Откуда я знаю, что муравейник пищевая цепочка? Так. Поздно переучивать. Нет, почему? Ольга Исакова задала вопросы. Значит, смотрит. Значит, по неволе зовутся. Так. Вот это уже хернёй не надо заниматься. Ребята, чтобы больше этого не было. А? Алексей, я от тебя не ожидал. Но ты-то мужик нормальный. Разве можно так писать? Вот сейчас же это самое. Портишь у себя настроение. В угол поставить. Тоже это сильно громко. Поймите, они не виноваты. Их такими выросили. Для них альма-матер — это всё. Если там сказано, что Бога нет, значит, нету. А кто-то из студентов, из мужиков уже возьмёт оружие и пойдёт убивать, потому что Бога нету. За он ни за это отвечать не будет. Понимаете? Ну так уж сложилось. Они не виноваты ни в чём. Они даже спорят искренне. Они искренне убеждены, что я пою чушь искренне. Это вам кажется, что я что-то делом говорю. Не оскорбляйте их. Так. Здравствуйте, Валерий. У меня к вам такой вопрос. Если одна часть плодовых деревьев находится в низменности, где влажная почва, ага. А другая часть в машине, где почва более сухая. Во время засухи те деревья, что выше, особенно страдают. Правильно? Можно ли путём сращивания ветвей деревьев, что находится в низине влажной, с ветвями деревьев, что находится где сухо. Поддержать за счёт деревьев, что в низине, те, что находятся во время засухи. Я не знаю, кто. Это очень сложно. Идея хорошая. Вот. Но как вы их сращивать будете? Мне даже не хочется отвечать на этот вопрос. Это трудно технически. Сращивать трудно. Вот. Просто мой вариант другой. Там, где сухо, абрикос и груша. Заметьте, я же не родственник, абрикос и слива. Нет. Абрикос и груша. А яблони и слива. Вот. Там, где влажно. И не надо ничего сращивать. Каждому своё место. Повторить условия, как присущие их исторической родине. Дамасевич. По-моему, Белоруссия на правде. Есть ли опыт раскалывания вручную молотком кости после сертификации, которые не открылись? У людей есть. У меня нет. Вот. И даже результаты есть. Но это не ко мне, чего не пробовал, чего не знаю, о том не говорю. Но ко мне приходили письма, где человек один-два, не больше двух, писали, что нам удалось расколоть. Самое трудное – это персики. Не хотят и всё сами раскрывать. Молотком – бах! Посадил. И ничего, растут. Ну, может, не без этого лотка. Можно специальными этими, чтобы аккуратненько не раздавить мякоть. Попробуйте. Раскалывал. Но главное, если зародыш не проснулся, это бесполезно и губительно раскалывать. Ну, видимо, это надо делать последнюю секунду. Перед тем, как само бы раскрылось. И он запишет. Сначала зародыш просыпается, начинает расти. А растущий зародыш разрывает скорлупу. У семечковых, если носик отстричь, то росток просыпается быстрее. Не понял. Носик у семечковых отстричь, то росток. Какой носик? Может быть, я уже устал так, что не соображаю, чем мне просит. Так. Носик. Ну, если это имеется в виду саженец, если его самую верхушку отстричь, то да, просыпается быстрее. Ничего не затрогает, правильно? Молодой росток погибает от любой травмы. Поврежденный семидолий дает хилый рост. Поврежденный корешок просто губит. Все правильно. Так. Всем привет. Сунин. Это Астрахань, я знаю. И сотня, примерно половина должна проснуться. В шостах. Не трогать. Резерв команды еще неприсосаемый. Это моя фраза. Резерв главного командования. Здорово. Идет уже это. В народ идут мои фразы. Так. Если этот фильм смотреть не будем, если это фотография, посмотрим. А, нет, это вы все с Ольгой разборку. Не, пропускаем. Как хотите, ребята, пропускаем. О, а теперь как вернусь там, где были? Не дай бог, не найду. Кажется, я зря. А, видите, так и не могу сюда попасть. Так. Сейчас, видимо, нам надо попасть. Зря я оттуда вышел. Теперь я не могу туда вернуться. Попробую вот таким образом. Сюда. Сюда. Ага, все-таки вернулся. Сюда. Так. Ага, где-то здесь мы остановились. В общем, это, про эти 90-ты, так с другом мы их сюда заманили. Вот, чтобы они узнали, что такое это. Это альтернативное садоводство. Не будем сюда копать глубже. Я и Ольге, и Наталье говорю. Я, единственное, что где-то когда-то проявится, где-то я должен на один из ваших этих ответить. Сейчас вспомню на какой-то там вопрос. Кроме этих пяти, которые я на фебинаре отвечу. С них начну я специально. Так. Там был вопрос, на который точно надо было ответить. Но я потом найду. Я больше туманусь и не заглядываю. Юра попросил мне ничего не пересылать. Вот, там вместо меня теперь, там есть такой, знаете, как тяжелая артиллерия. Там Павел Троценко. Он наизусть знает всю мою агротехнику. Он ретактор моих книг. Вот, я даже не буду смотреть, что он делает. Я просто не завидую этим девушкам. Просто не завидую. Как я не завидовал этому Халилову, кандидату наук, который ненавидит меня инстинтивно. Я ему ничего не сделал. Я с ним никогда не общался. Но ненависть инстинтивная. Но все-таки он его, это самое. Когда, после его помощи, после того, когда мы разобрались с Халиловым, появилось письмо от Ухватулина, по-моему, да? 30 километров, прекрасно растут абрикосы. И теперь так будет обидно Халилову, если до него дойдет, что рядом с ним. И хорошо бы он эти 30 километров проехал и посмотрел на этот сад. Потому что его слова. Ничего здесь невозможно. Абрикосы железные умрут и умирают. Вот. С ним разобрались. А вот с этим женщинами разбираться не надо. Наш шанс попасть в Москву. Наш шанс вместе с ними в одной паре, в одной плечом к плечу защитить Тимирязевку. Потому что у нас такой козырь, но нам годы надо. И грант надо. Вот. А вдруг хотя бы Ольга, которая все-таки не чурает сообщения. А вы хотите, чтобы мы сейчас разборки устраивали. Я не лезу в Тумановский канал. Вот. Своих дел прав хватает. У меня 10 свертанных вебинаров. Вот. Ни черта не успеваю. Но сегодня был особый день. Я должен был рассказать, но хотя не все рассказал. Вы еще не знаете несколько тем важнейших, которые зависит от нашей жизни, жизни наших детей, наше будущее. Только потому, что паперсики пришли к власти. У них нет мозгов. Они настолько примитивны. Они не виноваты. Их в паперсах вырастили. В паперсах не растут умные мужчины. В паперсах не растут сильные мужчины. Они не защитят вас. Они не защитят эту же самую Тимирязевку. Когда новый министр образования, министр науки и высшего образования сидит под плакатом «Будущее за ЭВЕ». Это все. Это смерть всему образованию. И все это уже знают. Ну, специально, что ли. Как будто нет дьявола. Дальше читаем. Правда ли, что приводит на горизонтальную ветку за плакатом быстрее, чем на вертикальную? Дело в том, что дальше он пойдет вроде бы горизонтально. Вот, на горизонтальную. Ну, дальше у него судьба такая. Он не может расти так. Он все равно должен растить солнце. А получили плоды, зависит от того, подвой какого возраста, привой какого возраста. Бывает и двухлетки приводят. Потом, значит, если взяты середины, почка, ветка, черенок середины, он на год на два позже заплодочит, чем если взят снизу. Уже разные это. А главное, не приватильные горизонтальные ветки. Вот это мой ответ. Так, здравствуйте все участники 105-го занятия. Категорически поздравляю всех в 60-м днем космонавтика. Спасибо. И на Марсе будем свести? Не будут. И здесь им не дают свести. Как же на Марсе? Здесь им не дают свести. Цветет дерево. Нет, вы берите это самое, обрывайте листья. Эти почки. Ой, цветочные ветки. Цветы. Другой момент. Ой, урожай-то будет какой. Давайте обрывайте каждую вторую. Каждую вторую оборвал этот самый. Ран понаделал, заморозок ударил, и вообще нет урожая. А вы видите на Марсе. На глубине 20 метров в песчаном корее откопали деревья, а расследование на черноземье. Это как понимать? А песчаный корейер временный или постоянный? Если ему 20, если ему миллион лет песчаному корейеру, они же могло быть такое. Почему? В песке очень хорошо сохраняется органика. Понимаю. Могло быть. Березы, клёны растут на каменных развалов, почвы нет, магия. Ну, вообще-то, береза, она белая, белая береза, белый цвет коры, вот, они совсем другой планеты. Они сюда занесены совершенно в других условиях. У них рассчитаны на излишки там, на той планете, откуда они к нам прибыли. А я не шучу. Я не шучу. Под спермией никто не отменял. Это нормально. Миллиарды, миллионы лет для этого есть. Чтобы всё это было одним целым, вся Вселенная. Так вот, раз их кора отбивает солнечные лучи, не даёт перевесам, то есть береза с этой, с очень жаркой планеты. Всё. Вот. А если жаркой планеты, представим себе, что там много каменных развалов. Вот. Никакой магии. Если вспомнить, что береза всё равно здесь не родилась на Земле. Уже никакой магии. Всё нормально. Просто та планета жарче. Вот так. Здравствуйте. Вот хоть бы кто-то меня отругал. Господин Жалец, скажите, если принимать черенок раннего срока созревания, а подвой поздний срок, и наоборот, как вредит деревцу, по вашему мнению? Да, вредит. Но почему? Потому что у них разные эти... Вы знаете, я беру деревца. Дурак дураком, но пригодилось. Я их после Нового года смотрю, а посередине начал раньше. Я не знал, еще осенью. А потом раз, к Новому году поглопали все эти косточки. Я как раз в горшке. Заставил всё. Стол, подоконники всё. Я вырастил что-то между местами, и местами этих. А когда высадил, они погибли. Почему? У них разные получились эти... стадии развития. Надо будет как-то вернуться к этому. Это от него пошло слово стадийность. От Лысенко. Правда, опять бить будут. Да, что с ним? Так вот, это яркий пример. И то же самое частично происходит, когда мы стыкуем близких. Раз уже у них разные сроки созревания, разные сроки просыпания. Они уже не совсем близко родственников, а чуть подальше. Это конфликт между подвоем и приводом. Брать можно количество второе-третье поколение, пожалуй, живут. А так, чтобы сразу просто результаты будут гораздо хуже, чем, допустим, у вас бы совпадали бы сроки созревания и так далее. Так. У молодых санкетов нет комедитетчения, когда оно проявляется. Когда количество начнёте, или природа, или вы, и на молодых относительно, на трёх-пятилетних может появиться или вы калечите, или природа калечит. Вот. Мы часто говорим так, вы неправильно, вы потому что, вот потому что, А то, что это иммигранты, этим засушливым не климатом в этих сырых местах, а те, которые привыкли к сырости, им совершенно нечего делать в этих засушливых местах, они эти там дохнут, эти там дохнут. Вы попробуете на одном участке вырастить, а как у меня получилось? 125 вебинаров. У груши есть корневые отводки или только сеньши? У меня очень крайне сеньши, само собой, есть, а крайне, крайне, крайне резко корневые отводки. как они вылазят. Вот корни близко к поверхности это самое. Я замечал, я его дерг, а там этот корень это маточного дерева. Но это очень большая резкость. Так, что-то нам опять только не